МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Беларусь и Россия наращивают экономический потенциал. На этой неделе состоялось крупнейшее событие в деловом календаре двух стран – форум регионов. Инновационные модели и новые контракты. Техника Гомельской области, представленная на выставке БелАгро в Минске, заинтересовала российских покупателей. Лучше предупредить, чем справляться с последствиями. Компания по вакцинации против гриппа – тема воскресного интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе прошел седьмой форум регионов Беларуси и России. В его рамках прошла встреча делегаций Гомельской и Брянской областей, которые не только провели переговоры в Гомеле, но и посетили мемориальный комплекс «Ала» в Светлогорском районе. Форум регионов – одно из самых значимых мероприятий в сфере развития двусторонних связей. Тему взаимовыгодного сотрудничества продолжат наши корреспонденты. Делегации у Брянской области в Гомеле встречали в зале торжественных приемов Дворца Румянцевых и Паскевичей. Именно здесь проходят все наиболее значимые встречи международного уровня. Пандемия коронавируса внесла коррективы в график личных встреч руководителей регионов. Они стали намного реже. Хотя на всестороннее сотрудничество областей этот факт, похоже, негативного влияния не оказал. Во всяком случае, на этой неделе стороны вновь говорили о реализации совместных проектов. Пожалуй, наиболее значимый из них касается деятельности белорусско-российского совместного предприятия «Брянск Сельмаш». Если в прошлом году гомельские партнеры отгрузили сюда машинокомплекты на 2 миллиарда 600 миллионов российских рублей, то в этом году планируется довести эту сумму до 4 миллиардов 200 миллионов. Предприятие, которое является вторым на территории России после роста Сельмаш по выпуску данной продукции. И предприятие с каждым годом наращивает производство, оно выпускает новые линейки, оно модернизирует производство, оно вокализует производство. Сегодня уровень вокализации на территории Брянского составил более 50%. Сегодня межрегиональное сотрудничество развивается в рамках соглашения между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области, подписанного в августе 2016 года в ходе 5-го Славянского экономического форума. Кроме того, между 10 районами заключены побратимские и партнерские соглашения, что позволяет считать двустороннее сотрудничество взаимовыгодным и длительным и надеяться на его успешное продолжение. Экспортный потенциал, который у нас на сегодня наращивается, наше направление мясомолочного, которое мы сегодня реализуем, и поставляется. То же самое к нам идет продукция из Брянщины. Вот сегодня один из вопросов, который прозвучал, это и по нашему предприятию, которое Петриковскому реализует, Центрирование области, для того, чтобы совместно работать по транспонтировке удобрений, которые сегодня имеют для нас важное значение. Поэтому и дальше мы будем продолжать сотрудничество в различных направлениях. Конечно, у нас есть общие интересы в плане из хозяйственно-промышленного производства и в части то, что мы сегодня на территории Брянщины совместно с нашим Гомель-Акраганкомплектом прорабатываем поставку оборудования в части комплектации малыштоварных ферм. Для нас это тоже важно. Несмотря на ограниченное время, а в этот день делегации направлялись в Минск, где проходил Белорусско-Российский форум регионов, они делают остановку в Светлогорском районе. В этом году здесь открыли мемориальный комплекс «АЛА», ставший памятником всем сожженным деревням. Для Брянской области также пострадавшей во время оккупации тема сохранения исторической памяти особенно актуальна. Те 27 миллионов жизней, которые были положены во имя Победы, а из них только около 9 миллионов – это солдаты, а почти 20 миллионов – это мирные жители. Вот это именно та наша общая память, которую мы никогда не должны забыть. И всегда должны быть помнится, всегда помнится о том, что пережили наши народы. Кстати, суд над карателями, которые сожгли АЛУ и убили 1758 человек, прошел в Брянске. Вообще, если говорить о периоде Великой Отечественной войны, в историю Гомельской и Брянской областей много общего. В первую очередь это касается борьбы с оккупантами. Наши партизаны даже проводили совместные операции. Брянские партизаны и белорусские партизаны стали инициаторами знаменитой рельсовой войны. То есть она отсюда пошла. Это совместный был проект. И, собственно, одновременно осуществлялась массовая удара по коммуникациям противника с целью дестабилизировать ситуацию, ограничить, так сказать, продвижение эшелонов к фронту. И многие известные наши люди и лидеры нашего партизанского движения, тот же Емельян Барыкин, родился на Брянщине, а себя невидамые слова и покрыл у нас на территории Белоруссии. Здесь же он был и крупным партийным деятелем, ну и организатором партизанского движения. Участие в седьмом форуме регионов Белоруссии и России – еще один шаг к активизации двустороннего сотрудничества. Об этом речь во время встречи делегаций Гомельской и Брянской областей с президентом Белоруссии. «Хорошо, что мы в этих условиях и коронавируса, и обострения международной обстановки все-таки нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которые приносят ощутимый экономический эффект», отмечает Александр Лукашенко. И добавляет, в наших взаимоотношениях бывают нюансы, но они решаемы, а поэтому нужно двигаться вперед и расширять сотрудничество во всех сферах. Неплохой у нас товарооборот. Примерно за январь-июль где-то около 355 миллионов долларов. Второе – это то, что посчитать можно. А то, что посчитать нельзя, то, что люди общаются. Мы же с вами никогда не запрещали им ездить туда-сюда. Естественно, идет и такой народный оборот торговый. Поэтому это неплохой товарооборот. Но думаю, что если мы с вами замахнемся, то мы во втором периоде вашего пребывания в должности точно можем подойти к миллиарду долларов товарооборота Беларуси и Брянской области. Вы знаете, что если цель какая-то поставлена, к ней надо идти и легче достигать ее. Если цели не будет, то и не будет этого миллиарда. Поэтому неплохо было бы, если бы мы поставили перед собой вот такую задачу – миллиард долларов. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. В продолжение темы. Гордость промышленной отрасли и сельскохозяйственного машиностроения. Форумы регионов Беларуси и России приурочили международную выставку «Белагра». Крупнейшая экспозиция такого уровня демонстрировалась на протяжении пяти дней в Минске. Об экспонентах нашего региона сюжет Марины Северьяновой. До приезда официальной делегации Гомельской области более двух часов. Казалось бы, за это время можно обойти все экспозиции. Но площадь для «Белагра» внутри и плюс территория снаружи настолько необъятная, что рассматривать стенды можно день напролет. На входе выставка «Гомсельмаша». Два из семи представленных агрегатов – инновационные модели. Зерноуборочный комбайн для фермерских хозяйств GS-200 и кормоуборочный FS-450, предназначенный для хозяйств с большой численностью крупного рогатого скота. Сейчас оба образца на стадии испытаний, которые продлятся и после участия в выставке. Задерживаемся около GS-200. Возможно, в следующем году комбайн появится на полях. Данная модель, мы рассчитываем, что она позволит завоевать нам новых покупателей в странах Африки, Средней Азии, в странах СНГ, таких как Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан. То есть там, где, ну, скажем, мелкоконтурные поля и, соответственно, есть необходимость в таких машинах. Тельход машиностроения на БелАгро представлено и предприятиями Гомель ОблАгросервиса. Так, свои экспозиции у МозрТехсервиса, Светлогорского Агросервиса, Гомель ОблАгрокомплекта и Калинковического ремонтно-механического завода. На выставочных площадках техника и животноводческое оборудование. Это новые образцы, которые только-только успешно справились с техническими испытаниями и сейчас поставляются на белорусские российские рынки. Вот одна из новинок Гомель ОблАгросервиса. Техсервис представляет на выставке БелАгро сегодня зерновую селку СЗС-4,2. Значит, селка универсальная. Она предназначена для посева не только зерновых культур, семян зерновых культур, но и для подсева трав. Это очень важно. Важно то, что сама селка предназначена для таких почв тяжелых, суглинистых, которые преобладают у нас на Гомельщине. Поэтому это воспринято нашими аграриями довольно положительно и уже реализовано у нас только в нашей области порядка 60 единиц. Важность участия всех предприятий холдинга «Гомельская мясомолочная компания» в главной национальной выставке обусловлена его экспортной ориентированностью. Из-за пандемии пришлось нелегко. Особенно сложным был апрель, но холдинг нашел выход. Пока другие страны только выходили на пик по распространению коронавирусной инфекции, в Китае ее уровень пошел на спад. И для гомельских производителей это стало возможностью наращивать объемы поставок именно туда. В тот период в Китай отправили более 20% цельномолочной продукции. Получилось выйти на прямые контракты с этой страной. И сейчас, например, практически 90% сухой сыворотки экспортируют именно туда. В целом, в этом году холдинг увеличил продажи за рубеж на 120%. Рентабельность от экспортных отгрузок составляет 10%. Кроме того, предприятия холдинга разрабатывают новые продовольственные бренды. Хотим представить новый вид продукции. Это сыр Рогачев с ароматом сгущенного молока. Кто не знает наш Рогачевский МКК, сгущенку знает, наверное, весь мир. Мы хотим и сыр сделать таким же брендовым, как и наш общий мировой бренд по сгущенке. Поэтому вот пробуйте. Новые линейки продукции в мясной отрасли. Например, колбасы по ГОСТу. Производители говорят, что их вкус будто из детства. Покупатели согласны. Я такая любительница колбасок всяких. У вас очень вкусно. Особенно московская мне понравилась. И хорошо, что вы держите марку. По-прежнему все очень вкусно. Удачи вам всем. За час до завершения первого выставочного дня БелАгро посетила делегация во главе с председателем Гомельского облсполкома Геннадием Соловьем и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Особый интерес у российской страны вызывают новые модели сельскохозяйственного машиностроения. Цена, мощность, сравнение с европейскими аналогами. Презентовать промышленный потенциал региона ответственно. Это залог новых взаимовыгодных контрактов. Наша задача сегодня показывает то, что мы производим. И область наша промышленная и должна показывать тем, чем занимается. Особенно то, что оборудование для доильных залов, оно необходимо. Сейчас разработаем новый проект карусели. В следующем году реализуем на территории нашей области. Поэтому это для продвижения на рынок России. Потому что нас важно не зацикливаться на одном регионе, в частности нашей области или других регионов. Поэтому мы анонсируем то, что сегодня наши комбайны работают в плане и газомоторные на территории области. И мы должны их дальше продвигать на территории России и других регионов наших соседних государств. Потому что для нас это важно. Потому что от этого зависит получше предприятие и в том числе уровень заработной платы. Новая сельхоз, техника и оборудование, которое выпускает промышленный сектор Гомельщины, интересны брянским аграриям. Этим обусловлены такие подробные диалоги губернатора российского региона с белорусскими специалистами около каждой экспозиции. Новые контракты точно будут, уверен Александр Богомаз. Раздела техника и оборудование для мощных товаров и ферм. Это и доильные залы, это и саночное оборудование, это и танки для молока. Почему я спрашиваю? И стоимость, и что, как, то есть как они производятся, чего производятся. Сегодня я понимаю, что они ничем не уступают европейским аналогам, но по цене, по цене намного дешевле, чем то, что покупают наши производители за рубежку. В этом году в выставке Белагра участвовали около 300 компаний из полутора десятков стран, в том числе из Германии, Эстонии, Венгрии, Италии и Китая. Марина Северьянова, Андрей Иванов, Новости недели, Минск. Сегодня один из самых теплых и трогательных праздников. Важный день для всех, кто ценит труд учителя и наставника, когда каждый спешит отдать дань уважения тем педагогам, которые вложили в нас частичку себя и своих знаний. Когда мы поздравляем и благодарим тех, кто сегодня учит и наставляет наших детей. Представители педагогической общественности Гомельского региона 1 октября собрались на празднике, посвященном Дню Учителя. Подробности этого, а также других важных событий недели, далее в обзоре от службы информации. И как стало известно, 2 октября «Хрустальный журавль наш» в Минске определили лучшего педагога страны. Из 56 претендентов из всех регионов и столицы в суперфинал республиканского конкурса «Учитель года 2020» вышли 8 конкурсантов. Среди них и учитель географии Гомельской средней школы номер 19 Вадим Лосев. И именно он в итоге признан абсолютным победителем профессионального соревнования белорусских педагогов. Помимо абсолютной победы, Вадим Лосев также стал обладателем первого места в своей номинации, как и учитель биологии 8-й школы Гомеля Марина Копцевич. Помимо главной статуэтки конкурса «Хрустального журавля», «Учитель года» станет также обладателем автомобиля. В Гомельском техническом университете имени Сухого открыли учебную лабораторию метрологии и специальных измерений в промышленной электронике. Здесь представлены приборы учета энергии и передачи полученных данных по проводным и беспроводным линиям. Как было отмечено, они хорошо вписываются в концепцию умного дома. В дальнейшем оборудование лаборатории планируют обновлять по мере внедрения в производство новых продуктов. В Мозрисском районе начался призыв военнообязанных на военные сборы. В них примут участие около 120 резервистов. Таким образом проверяется готовность органов территориальной обороны к выполнению задач по назначению. 1 октября военнообязанных доставили в состав территориальных войск района, которые находятся в сидельниках. Здесь они пройдут инструктаж. Служить резервисты будут до 16 октября. В Гомельском районе взорвали часть конструкции старого автомобильного моста через СОЖ в районе агрогородка Бобовичи. Работы выполнили подразделения МЧС. Главное требование – не повредить новый действующий мост, который располагается в 10 метрах от аварийного. Стоит отметить, подобные работы на переправах ранее не проводили ни в одном регионе страны. В Гомельском районе они выполнены впервые в истории мостостроения в республике. Не забудьте сделать прививку от гриппа. Настоятельно рекомендуют врачи и подчеркивают эффективность вакцинации. И в регионе, и в Беларуси по данным прошлого года заболеваемость среди привитых в 7,5 раз ниже, чем среди тех, кто отказался от вакцины. Всем ли хватит бесплатных прививок и имеет ли значение страна-производитель? Об этом и не только в интервью программе рассказала главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко. Сезонная вакцинация. Перед тем, как перейдем к деталям, Екатерина Владимировна, вначале хочу попросить вас сказать несколько слов об однозначной эффективности прививки против гриппа. Безусловно, вакцинация за много лет уже проведения этой прививочных кампаний против гриппа показывает свою эффективность. И в этом сомневаться на сегодняшний день, я думаю, статистические данные абсолютно доступны во всех средствах массовой информации и не позволяют сомневаться в эффективности. Поскольку на сегодняшний день мы достигли вот этого 40-процентного прослойки привитого населения, которое не позволяет разгореться эпидемией гриппа. И, безусловно, это большое благо. А оценить это можно на коллективах, потому что если в коллективе действительно привито 40% сотрудников, работников, которые тесно, ежедневно общаются друг с другом, то в этом коллективе, конечно, безусловно, заболевших в разы меньше. Ну а те люди, которые все-таки заболевают, потому что мы еще раз говорим о том, что вакцинация, она не обеспечивает стопроцентную защиту от заболевания, но люди, которые привиты, они переболевают в более легкой степени. Таких сознательных коллективов в Гомеле большинство? Если бы вы мне этот, Александр, вопрос задали, наверное, 3-4 года назад, я бы как-то засомневалась, как правильно ответить. Но из года в год количество вот как раз сознательных коллективов, оно растет. И сегодня проводится определенная работа совместно с Центром гигиеноэпидемиологии, территориальным поликлиниками, проводится работа разъяснительная в коллективах с выездом на места для того, чтобы люди слышали нас, видели нас, понимали, о чем идет речь. Могли получить ответ на любые вопросы, а я уверен, их по-прежнему немало. Спасибо за эту открытость. Я знаю, что вакцины поступили в поликлинике областного центра в середине сентября. Они абсолютно поступили, но мы всегда начинаем с бесплатной вакцинации. То есть это тот гарантированный социальный объем, который государство берет на себя, груз финансовый, и обеспечивает именно угрожаемые контингенты, те, которых риск в разы выше заболеть гриппом, и абсолютно бесплатно доступно для этих граждан вакцинации. Бесплатных вакцин всем хватает обычно? Абсолютно хватает всем. И если мы говорим, что 40% населения привито, то посчитайте, сколько у нас в Гомеле 40%. А это при наличии более 500 тысяч, 200 тысяч доз вакцин порядка для бесплатной вакцинации. То есть переживать в дефицит не приходится. Страна-производитель вакцины влияет на ее эффективность? С точки зрения клинической медицинской доказанности не имеет значения страна-производитель. Но очень важная есть психологическая составляющая. И тот, кто доверяет брендам, тот, кто доверяет импортному производителю, имеет возможность без, опять же, дефицита получить этот бренд, но уже за свой счет. Сами прививаетесь? Ежегодно. И более того, определенный эксперимент, вот вынесен тому вопросу, так что же более эффективно, провела на себе эксперимент на протяжении нескольких лет и остановилась на... На бесплатной вакцине? На абсолютно бесплатной вакцине. Цена, качество, даже по стоимости этой вакцины, при случае платной вакцинации, соответствует полностью. Что касается вакцины для деток, с какого возраста рекомендуете вакцинировать? На сегодняшний день дети с шести месяцев могут быть вакцинированы. И есть определенные показания, когда мы настаиваем, рекомендуем, ну или предлагаем. В завершении подведем черту в этом разговоре. Действительно, вакцина против гриппа не является гарантом отсутствия ОРВИ и гриппа на протяжении года полутора. Но все-таки, почему ее нужно сделать? Сегодня, когда вот идет этот микс грипп-ковидная инфекция, мы в дополнение говорим и просто призываем людей, услышьте нас. Потому что вакцина от гриппа, которая содержит, кроме вот этих частиц вирусных, которые защищают непосредственно от гриппа, от заболевания, содержит, как правило, еще и иммуномодуляторы, которые подстегивают иммунитет человека и тем самым защищают в том числе и от ковидной инфекции. Поскольку если вот этот микс разгорится и будет грипп плюс ковид, ну это крайне тяжелая ситуация, прогнозируется. Сейчас специалисты об этом говорят и упреждают. Поэтому призываю всех воспользоваться возможностью там, где возможно бесплатно привиться, использовать этот шанс. Уникальный на самом деле. Ну а там, где есть показания для платной вакцинации, то есть не имеется особых показаний, воспользуйтесь возможностью выберите, остановитесь, имея финансовую составляющую, выберите для себя вакцину. Спасибо большое за эту полезную информацию. Здоровья всем нам. Благодарю за интервью и до встречи в эфире. Спасибо. До встречи. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных лауреатам премии Гомельского обл. исполкома «Человек года». Сегодня речь пойдет о победителе в номинации «Открытие» Дарья Кухаренко. Еще вчера она была просто учащейся 66-й школы Гомеля, выпускницей 2020. Сегодня Дарья уже студентка и обладательница почетного звания. Какие труды и старания девушки увенчались таким успехом, знает Светлана Князева. На протяжении последних трех лет для жителей Гомельщины и не только Дарья Кухаренко стремилась открыть всю святость, красоту, глубину и историчность деревянного зодчества Гомельской земли, ее когда-то величественных усадеб и не менее великолепных приусадебных парков. Научно-исследовательской деятельностью Дарья увлеклась еще в девятом классе и сразу поняла – это то, чем ей действительно нравится заниматься. Из многочисленных тем, предложенных для изучения, Дарья остановилась на храмах православного деревянного зодчества Гомельской области. Для реализации своего первого туристического проекта Дарья вместе с ее научным руководителем Ниной Лямцевой довелось познакомиться с 14 старыми деревянными храмами Гомельской области. Как по мне, все работы, которые были исследованы, разработаны, они очень интересны и уникальны, если брать по отдельности. Но для меня самая такая значимая, мне кажется, работа, и которая интересна была мне больше – это, конечно же, про усадьбы нашей Гомельской области. Дарья говорит о второй своей исследовательской работе, над которой она трудилась в 10 классе. Это старинные усадьбы Гомельской области. И снова работу над этим проектом увенчали дипломы. На этот раз оба первой степени – и на областном этапе, и на республиканском. Когда же в 11 классе стал вопрос о новом проекте, Дарья, несмотря на напряженный год перед поступлением, взялась за новое исследование. И в центре внимания оказались старинные парки Гомельщины и истории их создания. Провели свое исследование, а результатом уже появилась вот эта наша книга «Старинные усадебные парковые комплексы Гомельской области», где мы уже соединили и усадьбы, и парки. Эти три научно-исследовательские работы Дарьи – не единственное достижение девушки. Она – обладательница дипломов самых разных республиканских и международных конкурсов. Дарья Кухаренко включена в банк данных одаренной талантливой молодежи Беларуси. Даша во многом ребенок, как это теперь принято говорить, увлеченный. И вот эта ее увлеченность, она и позволила во многом вместе с педагогом сделать то, что ее труды, и самое главное, вот это ее достижение, этот труд о Гомельщине – это, скажем, процентов 80 ее увлеченность и мотивация. Вот так за год до совершеннолетия, когда Дарья Кухаренко полна сил и энергии, хочет творить и развиваться, когда перед ней открыты все двери, и она может войти в любую из них. Благодаря своей усидчивости и трудоспособности, эта девушка наряду с руководителями ведущих предприятий региона и заслуженными работниками из разных отраслей удостоилась почетного звания Человек-года Гомельской области. Светлана Князева, Сергей Лукашук, Новости недели. На улице становится прохладнее. Это значит, что прогулки можно заменить походами по выставкам. Тем более, что в Гомеле появилось достаточно новых экспозиций. Например, можно заглянуть на выставку современных пейзажей или увидеть экспозицию портретов знаменитостей с усальным золотом на черном оргстекле. Подробнее об этих и других культурных событиях этой недели расскажет Танна Корольчук. Кумиры в золотом сиянии. В областной библиотеке имени Ленина открылась выставка портретов поэтов и художников в технике «Сусальное золото на черном оргстекле». Автор произведений – Виталий Одинцов, итальянец белорусского происхождения. Он окончил курсы сценографии, курсы живописи Академии изящных искусств. За последние 12 лет около 30 персональных выставок Виталия Одинцова прошли в различных галереях Италии, Белоруссии и Москвы. Авторская техника «Сусальное золото на черном оргстекле» – результат долгих поисков мастера. В дар от Виталия Одинцова Ленинка получила 21 золотой портрет. «Я слышу мир в красках» – выставка рисунков учащихся Гомельской детской школы искусств открылась в выставочном зале ГГУ имени Франциска Скорины. Экспозиция посвящена 20-летию создания класса для учеников с нарушениями слуха. С 2000 года с ними работал Василий Сидоренко. В 2015 году он стал победителем областного конкурса профмастерства «Учитель года». Педагог помог сформировать творческую личность и индивидуальность десятков детей. В экспозицию вошли около 50 рисунков разных лет. Во Дворце румянцев и Паскевичей открылась выставка современной живописи гомельского художника Юрия Платонова. Она называется «Стоп-кадр». Большинство картин Юрий Платонов создает на пленэре, где спонтанно запечатлевает пейзаж, который предстает перед ним. Среди них белорусские села и разные уголки Вильнюса, Полоцка и Гомеля. Юрий родился в Молдове, затем его семья переехала в Гомель. Отец привел мальчика в кружок рисования Валентина Покаташкина в Доме пионеров. Это определило будущее молодого человека. Сегодня он член Белорусского союза художников и опытный педагог. Я помню чудное мгновение, передо мной явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Музыкальным вернисажем в картиной галереи Ващенко встретили Всемирный день музыки. Для любителей современной классической музыки коллективы и исполнители Гомельской областной филармонии подготовили яркую насыщенную программу. Своё творчество слушателям подарили ведущие мастера сцены. Народная артистка Беларуси Галина Повленок, лауреаты международных конкурсов Ольга Кузьменко, Андрей Глазенков, Виталий Фомин и Михаил Зеленин. В зале звучали романсы, оперные сцены и популярные эстрадные хиты. Культурное обозрение для вас готовили Анна Корольчук и Валерий Копанько. И на этом у меня всё. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.